Ну чё, ребят, вот мы и доехали до Америки. Чуть-чуть посидели в Берлине, Берлин, или-то в Кёльне было? В Европе, в общем. И переехали в Лос-Анджелес. Из Мэдисон-Сквер-Гардена, к которому приводился финал, выгнали Лигу Легенд и Риуд Компани, и теперь мы будем находиться в стандартной студии в Лос-Анджелесе, где будет играть ТИП против Клауд Найнов. Удивительно, английские комментаторы полностью ошиблись во всём, что пока происходит. Они говорили, Калисто это будет приоритетный бан для команды ТИП, потому что Аполло не играет Калисто. Сники, Мэйн Калисто, все это прекрасно знают, он умеет её показывать, поэтому Калисто точно будет бан ТИПшников. И в то же самое время они долго думали по поводу Лулу и Браума и сказали, что, скорее всего, Клауд Найнов должны забанить Лулу и Браума, потому что Гейт единственная, на ком хорошо может играть, это на Лулу на Миде. Как видите, Клауд Найны оставляют Гейту Азира, пусть пикает, что хочет. Тристану забанили ТИПшники, потому что не хотели во втором паке получить в лицо Тристану плюс Браума. А, Браума, они же сами забанили. Ну и в итоге получается, что Клауд Найны оставили Раша на три чемпиона только играть. И эти три чемпиона, это Грагос Лисин, его Мейнер. Грагос просто потому, что он сейчас метовый пик. И Эко, потому что тоже метовый пик. Но Раша пока нам показывает Амуму ради фана. Еще Бан должен был быть... Неплохая шутка от ТИПшников, они троллят Клауд Найнов как могут. Вчера Клауд Найн этими чемпионами победили, еще и Шивана показывает Раш. Ну, понятное дело, что он возьмет Грагоса. Да кого ты обманываешь, ты Грагоса возьмешь. А Казикс будет на Шена заменен, могу вам сразу сказать. Если Шена они сейчас не заберут, то скорее всего Шена заберут на следующем ходе Клауд Найна, потому что Импакт играет идеально Шена. Я полностью сейчас согласен с командным духом, с командной речью команды Клауд Найн. Инкарнейшн произнес дословно. Мы не боимся, точнее я боюсь Грагос... Я боялся, давайте я пойму правильно. Я боялся Грагос, что Грагос гораздо больше, чем ТИП. ТИП самая предсказуемая команда. Против них будет очень легко пикаться и играть. Даже я, будучи великим аналитиком и не игроком, который с ними там тренировался, или от соло-кушки часто с ними встречался, уже знал все три пика команды ТИП. Если мы знаем все три пика их команды, мы вполне можем догадаться о двух последних пиках. Это будет Северка... Плюс, плюс, плюс кто? Так, Браун Забанин, Север Трэш, Север Наутилус, Север Алистар. Север Алистар, наверное. Последние два пика Север Алистар. Все. А Декеря точно Север. Это уже без вариантов, ребят. Другого Декеря не возьмут. Это будет Север. Никаких корки. Это будет сейчас Север. И добавят Алистара. Алистар, потому что с Грагосом нормально комбинируется. Ну, это слишком легко просто. Ну, и когда вы знаете все пять пиков, а нет, смотрите, что-то новенькое. Или это они просто нам показывают. На самом деле, они через Сараку в Арус сыграли против... Кого же они сыграли? Против Team Liquid или против TSM? В общем, один матч был у команды TIP. Они играли в Арус Сарака. Тот матч они выиграли. Но на этом, в общем-то, все у них и закончилось. То есть, это единственное, что они смогли показать. Больше они почему-то не сыграли эту комбу. Это было где-то на третьей встрече. Там тоже был Best of 5. Счет, по-моему, 1-1 был. И они вот одну игру выиграли. Ботлэйн играя в Арус Сарака. Нет, Север или Стар, да? Нет, Север Сарака все же. Сирака. Север и Срака. Дабл С. У них трипл С в команде. Шен, Север, Срака. А в Грагасе тоже есть буква С. И в Азире есть буква З. Масоны. В Масонах 2С. Каллодайна, наверное, последним пиком думают. Это для Болса чемпион. А, нет, подождите, какого Болса? Это для Инкарнейшена чемпион. И судя по тому, что мы видим, это будет либо Физ, либо Диана. Голосую за Диану. Я голосую за Диану. Хотя тут Игнайт уже стоит, так что Диана, наверное, отпадает. Но Физ с Игнайтом тоже не идеально зайдет. Либо, ну, какой-нибудь мейдж-контрол чемпион. Типа Виктора. Нет, Каллодайна пошли совершенно другим путем. Решили сыграть вчерашнюю тим-комбу, но немножко доработанную, возможно, даже в лучшую сторону доработанную. Именно они добавляют своего АДшника на мид. А не Варус у нас будет, АД Керри. И добавляют инициацию Аташи. Два чемпиона для Дисенгейджа и Элиза, которая будет всему этому помогать. А почему все герои смотрят на лево, а Варус направо? Ну, потому что так Риутами было придумано. На самом деле, эти же лица делаются с превью скина. То есть рисунок просто нарисовали в эту сторону направленный. И поэтому этот чемпион в эту сторону теперь и смотрит изначально. Так было задумано. Ну что, по пикам пока ничего четко сказать не могу. Ну, кроме того, что Клауд Найн точно знали, какие пики будут у них. И, следовательно, пикали все, чтобы победить. А Варус побеждает Азира. Это мы вчера уже видели с вами. Там, точнее, был Варус Виктор, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, поверьте, Варус Виктор не сильно отличается от Варуса Азира. И напоминаю вам, что Гейт это чувак, который заменил Жао и Жао у команды TIP в межсезонье, потому что Жао и Жао за 1800 долларов бустил аккаунты. Потерял он на целый год приоритет играть на ЛКС. И не факт, что после этого еще вернется. То есть, сами понимаете, и скилл может потеряться за этот год. Ну, ты соло-кушку только будешь играть. И кто тебя будет держать? Он же все же кореец был. Кто тебя будет держать в Америке без рабочей визы? То есть, ему придется обязательно вернуться в свою страну. Короче, там, заморочек, я думаю, у него будет слишком много. Ну, и Инкарнешнл, тот самый игрок, который был забанен на год риутами за маты и оскорбления, сейчас играет за то в Клауднайнах. Ну, с другой стороны, Инкарнешнл-то и был американец. У него все в этом смысле было хорошо. Так. Ну, просто разбежались по линиям. Никто никаких инвейдов не делает. И еще Клауднайны, что говорили по поводу того, почему ТИП такие предсказуемые. Я вам про это тоже много чего говорил. ТИП – это бывший LMQ. LMQ – это… Да, кстати, он не корейцы, а китайцы. Я говорил с Джао и Джао, китайцы, а не корейцы. Так вот, эта команда полностью была сначала китайской. И они пытались здесь, в Америке, попасть на чемпионат мира. На чемпионат мира попали в Питер, проиграли его. Ну, проиграли, в смысле, они не вышли даже из группы. Плюс они худший результат среди американских команд показали. Хотя многие говорили, что просто их не устраивает этот стиль, который в Америке исполняют. Уж на мире они покажут хороший результат. Ни хрена подобного. Тот же самый результат они показали, как и здесь, в Америке. То есть было два абсолютных лидера, и остальные команды боролись друг с другом, и LMQ каким-то чудом прошли дальше. Два абсолютных лидера, это были TSM и Cloud9 в прошлом сезоне. В этом сезоне они переименовали себя, поменяли несколько игроков. В итоге добились вроде хороших результатов, но в последние дни им пришлось поменять еще несколько игроков. А именно, Адриана заменили. То есть Адриана не заменили, он был у них на замене. Он пошел на саппорта у них. А саппорт, их гейт, вынужден был пойти на мид, потому что у них тупо не было больше замен. Игроков, которые могут хоть какой-то уровень игры показать. И пришлось играть гейту на миде. Но он сам по себе саппорт изначальный. Так, что у нас здесь началось? Началось... Инкарнешнл у него плюс три фарма было за счет того, что Хай отдавал этот фарм рапторов. Но это не сильно повлияет на линию леса Хая, так что я думаю, проблем с этим не возникнет. Импакт уже с таунтом, сразу кидает спеллы. И у нас вроде как должна быть доминация на ботлейне, но там Сорака перехиливающая. Не знаю, как эта линия вообще будет стояться. Просветочка идет сразу же на синий баф. Да, она сейчас долетит. И увидели они Грагас, увидели, что он еще синий баф не взял. А в этот момент Клауд Найны делают ганг на Гейта. И Гейт тут же тратит флэш. И очень много ХП. Теперь у него ситуация, под которой надо просто уходить на рекол. Потому что Гейт... Раш не сможет сейчас к нему прийти. Раш должен идти на синий баф. Если он останется, то, скорее всего, просто произойдет дайв через Хая. И Хай потом подпрыгнет и задоджит урон от вышки. На втором левеле Элиза вышла на ганг. Сразу именно то, что я ожидал увидеть вчера еще, когда говорил вам об этом. У Клауд Найнов ясное дело, слабее джанглер. То есть Раш, он топ-1 ладдера Америки. Он один из самых сильных джанглеров в Америке по механике. И получается, что он-то точно переграет Хая. Но у них нет мидера. У них нет человека, на которого они могут рассчитывать. А раз у вас нет мидера, то нашего мидера в Инкарнейшнл надо просто бустить. Бустить, гангать, что угодно. Сделать что угодно, лишь бы у Варуса, ну в данном случае у Варуса, была победная линия. И если он выиграет, то как бы мидер попытается законтрить джанглера. Но есть еще одна небольшая проблема для команды Клауд Найн. Здесь это Импакт. Импакт это одна тоже из замен команды LMQ с прошлого сезона. Купленный Кореец, купленный Чемпион Мира. И он вполне может Болсу выбить зубы на линии. Ну вчера как бы Болс кое-как смог справиться с Хаузером. Так что может быть с Импактом у него проблем не будет. По Болсу мапсы переключились. Ничего страшного. Хай выходит на ганг, ловит Гейта, но не успевает подпрыгнуть и нанести урон. Гейт поставил вард и тут же пошел снова на рекол. А линия фризится не в ту сторону, как правильно отмечают английские комментаторы. Может сейчас очень много фарма заденать Инкарнешнл. Ну, ушел на рекол, но и отлично теряешь 6 мапсов. Помимо этих 6, ты теряешь еще и опыт. Это самое главное. Плюс сейчас подойдет новый вейв, и с него тоже еще можно часть мапсов заденать. Но он понимает, что передних уже никак он не сможет остановить. Их надо просто вручную добивать уже. О, как тут близко, как рисковал он мне казалось. Ну, вот смотрите, хоп, еще одного мапса потерял. То есть тех 6, и еще снова вейва одного мапса. И теперь снова они стоят с Гейтом. Гейт, кстати, купил еще один вард, поставил его с другой стороны. И в этот момент, когда куча вардов была потрачена на то, чтобы помогать Азиру, выходит, Хай на ганты импакта, не попадает станом, но попадает W Balls, и демеджа не хватит ему, убить импакт. Импакт очень тонковый. Ой-ой-ой, у Хай сейчас возникнут небольшие проблемы. Его начинают убивать. Хай придется отфлэшиваться, но у Раша все еще есть флэш. Босс замедляет Раша и отступает Клауд Найнер. Проиграли они этот размен, но не так страшно. Кьюс. Тут ульта от Инкарнешнна пошла сразу же в Гейта, который 5-й левел, но тот выображал Клинц, у него вообще нет самой нерспеллов теперь. Но убить Инкарнешн его не смог. Интересно тоже статистику перед игрой нам показали. Ну, Инкарнешн в сезоне лучший игрок по добиванию мопцов к 20-й минуте. Гейт, учитывая, как мало игр он сыграл, он оказался худшим. Как раз таки, вот он и является худшим. Но он, к сожалению, всего 4 игры в сезоне сыграл, а в плей-оффе он всего лишь идет минус 4 мопца относительно всех игроков. а вот в регионалке вчера вот то, что отыграли Клауд Найн, это тоже как в плей-офф записалось. Инкарнешн всего 3,5 мопца на 20-й минуте выиграл. В среднем выигрывал в среднем против кого он играл-то вчера, я не помню. Размены, ну, невыгодные размены, конечно, здесь для Клауд Найн получается, потому что они меняют ману Адриана на щитки Лимонейшена и ХП Лимонейшена. Все же, конечно, перехиливает Сарака неплохо эту линию. Ну, другое дело, что будет Сарака дальше делать, ну, окей, сейчас перехиливает. А как ты будешь дальше-то работать? Ведь по-хорошему, мы сами видели вчера с вами, как Боллс с удовольствием просто фокусил топеров, саппортов, игнорируя керри чемпионов. Я уже думаю, в этой игре у него еще больше будет удовольствия фокусить Сараку. Ну, в идеале, если у вас будет тут возможность заулынить в Аполло, то надо улынить в Аполло. Но если будет возможность заулынить в Гейт или в Сараку, то надо будет улынить, как ни странно, в Сараку, а не в Азире. Азир, потому что... Ой, тут интересно, это серьезно? Это реально серьезно? Ставит Лимон Варт, Хилл получает, сразу же идет Телепорт, Щиток, Экзост, битва продолжается, Раш делает Таунт, Лимона убивает, но прилетает Боллс, Боллс будет сейчас прыгать, прыгать не в правильного игрока, Боллс! Тауэр Айгро шел по Импакту, почему ты прыгнул-то в него? Не понял, Боллс, кого башня бьет, прыгнул не в правильную цель, в итоге Клауд Найна отдали Ферст Блад, кому? Шену отдали Ферст Блад, вот Импакт вовремя прилетел, ну он прилетел через свою, а я не понял, через Телепорт или через ульту прилетел? У него и ульта, и Телепорт потрачены почему-то, а в этот момент Хай подпушил топ, а это баг с Телепортом, короче, Телепорт он тратил, когда его гангл, тогда Хай, ну Хай, кстати, находит Синебаф, надо успеть забирать, здесь Селиза это очень легко сделать, Шен игнорирует Синебаф, это большая ошибка по игре, он идет не туда, куда надо, и Хай проигрывает Смайт войну, доджит, нет, засмайтил, ребят, он, ну, лайкобосс это все сделал, знаете, он так довел идеально до одной автоатаки Смайт, сделал эту одну автоатаку Смайт и задоджил еще Шеновский таунт, а Шенка, про которую я говорил, что он неправильно поступил, но ему надо было сразу бежать на синий, почему информация от Раша так поздно дошла, конечно же, он должен был сразу бежать на синий и не давать Хаю забирать его, раз он первый туда пришел, Хаю уже на синим Клауд Найнов, будет отдавать его Инкарнешн, ну, а Лемон здесь немножко увлекается, ну, посчитал, что он в безопасности, так как там Сарака, Грагоса он видит по вардам, решил расставить варды в соло, но это был небольшой риск, поэтому он дальше решил не идти, Сники будет ли ультить? Не ультует Сники, у него была ульта, ну, сейчас в Аполло можно ультить, нет, не хочет Сники это делать, странно, ну, Сараки сняли, как бы, все равно, флэш тоже неплохо, 1-0 ведут тебя айпшники, но по фарму жесткая доминация на меде, и вот она вся реализация этого отставания, 1-0, выровнена, на ботлейне паритет, на топлейне жесткое преимущество Шена, вы можете видеть по айтемам, он очень сильно идет впереди, ульта выживает каким-то чудом Варус, а в этот момент Сники сражается с Аполло и практически выигрывает его, флэш и судил это автоатаку, это килл, да, его убивает, но он сделал 1 в 3, сражаясь, килл, Жанна была зазонена Грагосом, и когда это понял Сники, он почему-то решил не убегать, а наоборот улынить, да, он потерял 2 самонерспелла, на это, а не, хилл у него уже не было, так что он 1 самонерспелл потерял, и забрал, а импакт, ребят, не успел ультануть и спасти Аполло, и это звоночек, что реакции не хватает, а тем временем вы видите, что вытворяют на медиа клауднайны, плюс 30 фарма делают, и что самое главное, зонят Гейта, есть флэш у Хая, но он не рискует идти туда, потому что к ним со спины уже заходят, через Шен Хай делает ол-ин в Адриана, пытается его убить, но там идет ульта, Адриан выживает каким-то чудом, приземляется Хай, но не достаёт, флэшается, пытается убить двух игроков, но не в того прыгает, какие грубейшие ошибки Хай механические совершает, чувствуется, что он не играет на Элизе, ребят, это было 2 кила для Хая, ребят, это 2 кила было для его, но он совершил грубейшие механические ошибки, и не убил обоих их, убивать надо было первым Адриана и потом переключаться на Гейта, он все сделал неправильно, он флэшнулся и дал кушку по Гейту, на которого просто прожали щиток, ой, не щиток, хилл на Сарака и все, если бы он сделал как надо, было бы все отлично, 4-1, ну надо, конечно, собраться, Хай, снова война с Ники, с Ники попадает, критует, ускоряется, начинает избивать Апола, Апола отфлэшивается и... как все близко, Адриан просто из жопы вытаскивает своих этих даунов, которые надеются, что он их вытащит, но Адриан нам сейчас показывает великолепную Сараку, и я не удивлюсь, что это будет бан в следующей игре о Сараке, потому что Клауд Найн, ну ничего против этого пока сделать не могут, столько киллов они должны были уже сделать, если бы это был какой-нибудь другой саппорт, но Сарака не дремлет, Раш выходит тут на Хая, попадает под него, и Клауд Найн будет, наверное, отходить от этой башни, хотя Хая остается. На Меде продолжается эта доминация, тут даже смешно уже смотреть на то, как бедный Гейт ищет себе фарм, у него 90 фарма против 115, это учитывая, что к нему в один момент четыре игрока пришли помогать, то есть там сражение было четыре в два и Клауд Найн могли сделать два в два размен, а в итоге они просто вдвоем умерли, ну серьезно, там два в два механики просто не хватило Хаю, это чистый два в два был размен для него. Ну Хай здесь на пинке стоит, нет флэша, выцеливает ульту варус, но там клинс, так что не знаю получится это или нет, выцеливает Кухан, по крайней мере, не попадает, башню не получится ударить, но зато сейчас попадает Кухан, но Махай просто прикрывал, если бы Грага сюда пришел, но сейчас небольшие проблемы могут возникнуть у Сники, телепорт нет никакого смысла тратить, Сники пытаются увернуться от разных уронов, которые могут в него войти, но он понимает, что это все ни к чему не приводит. Жанна неудачная в этой игре от Лемонейшена. Мне кажется, карма как раз здесь очень хорошо бы зашла. О, импакта можно поймать. Это хорошая, кстати, ловля будет. Импакт протратил уже таунт, приземляется Хай, у него есть красный баф, у импакта нет флэша, это минус импакт, можно было не перевоплощаться, продолжать бить. Теперь, ну там все же есть W, да, у Болса, хил, это все чушь, это не поможет. Тут Хайн немножко ошибся, ой-ой, тут в Инкарнешн пошел оллин от Гейта, Инкарнешн он кинул под башню, Инка пытается убежать, но не успевает. Гейт сделал килл на Инкарнешне не в соло, не в соло, ему и Сорака помогла, и Грагас помог, но довольно неплохой такой килец получился. 6-2, напоминаю я вам, что эта команда ТИП играет только в начале, если Клоднайны смогут угомонить их пыл начальный, то дальше эта команда просто не знает, что делать. Уллин в Раша не самый лучший, Сорака продолжает всех выхиливать. Ну, ради интереса потом посмотрим, сколько это Сорака выхиливает. Я уже вам однажды говорил, что сильная Сорака, ну, ладно, давайте правильно говорить, сильная Сорака должна выхиливать 120 примерно процентов от одного максимального керри команды оппонентов, то есть, в данном случае, наверное, это будет Варус, больше всего урона нанес уже, и Варус и останется самым большим уроном. Вот Сорака должна, если она хорошая, должна 120% выхилить. Если она просто средняя, то хотя бы соточку процентов. Ну, если она просто неплохая, 80. Если ниже, чем 80%, выхиливает, это надворд Сорака. Это вообще чушь. Потому что ЦЦ у нее эффектов нет, ЦЦ уж слишком сильные. На Сники снова выходит дайв, Лемон опять не успевает, Лемон постоянно не успевает помогать Сники, как-то они потерялись вдвоем на карте, не могут они объединиться. Клауднайны, есть с кого, кстати, снимать шатдаун с Раша, но вышку придется сейчас дефать через ветерок и щитки, но Клауднайны боятся прилета Шена, и поэтому решают просто отойти и оставить эту вышку. Это плохо, потому что в ответ вышку никакую Клауднайну забрать не смогут. Босс очень далек от кора и темов. А то, что на меде творится, это, конечно, все хорошо, но только преимущество по фарму и осталось, а так уже килл и ассист получил Гейт, и довольно добротный азир от него получается. Инкарнешнл в общем-то не виноват, там просто завтыкал хай, представьте, если бы он там сделал эти 2 кила, он бы убил Адриана, убил бы Гейта, умер бы сам, скорее всего, умер бы все равно Инкарнешнл, хотя там не факт, потому что чтобы его убить понадобился еще Хилл Сараки. Ну, ладно. У Голднайнов есть очень хорошая комбинация, которые они могут поработать, но есть и небольшая проблема, это Шен. Шен будет сплитпушить и будет всегда ультеть на того игрока, который улынет у команды ТИП под двумя щитками Хилл от Адриана и щиток от Шена этот чемпион будет непробиваемый, так что если Голднайна нормально не успеет заполкать, то можно попасть под неубиваемых каких-то ему чемпионов, типа Грагаса неубиваемая, то же самое Сибирка неубиваемая. Дрейка первого сливают Клауднайна, отдают ТИП из-за того, что у них недостаточно Вижена, Боллс все это время просто стоит ласхитит, не пушит линию, он неплохо так зафрезил, Хай встречает здесь Раша и Аполло, отступает, но зато знают они, где находится Шен, и что никто не помешает, можно спокойно сломать эту вышечку и по счету вышек вернуться. Клауднайна отстают две штуки все еще. По этому, видите, отстают довольно прилично, потому что там уже Инфин и Авалейс Блейд, две тысячи у Аши на руках, это скорее всего Инфин сейчас тоже будет, и нам сравнивают другую стоимость чемпионов, только Хай жестко отстает. Опять же, мы можем видеть, насколько хорош Раш, он 3.03, в шести киллах из шести возможных поучаствовал. Задонять его практически невозможно, я думаю, все было хорошо у Клауднайнов, то есть единственное, может быть, пик стоит чуть-чуть поменять. По поводу Жанны, я не совсем понял, зачем она им нужна, потому что Дисенгейдж, тот, который может выдать Карма, он не сильно отличается от Дисенгейджа Аши, ой, извините, Аши, Жанны, но линию они бы точно доминировали и не пришлось бы никуда реколиться. Вот так Сарака выхиливает все, что Инкарнешнл пока снимает, но это все временно. Аполло отпушил линию, но это только означает одно, сейчас Болс сможет снова фрезить ту самую линию. Болс отстает всего на 30 мопсов, ой, на 30, на 13 мопсов отстал гораздо больше. А Гейту сейчас помогает изо всех сил Сарака фармиться, по сути Инкарнешнл сейчас стоит эту линию один в два, а то и один в три. И пока у него был синий баф, он мог отпушивать, сейчас у него правда мана кончилась, он должен сейчас идти на рекол, да, должен идти на рекол, и скорее всего Клаудайна сейчас потеряет на этом мид-тауэрку. Раш видел, куда пошел Хай, кидает бочку, но Хай прожимает смайт, и теперь за Рашем будет бегать призрак волка. Башня все равно должна упасть, хотя Варус уже почти вернулся сюда. Щиток, Жанна замедляет, создают видимость Клаудайна, что есть кто-то на подкрепе, у них на самом деле здесь никого практически не было, хотя Сники уже выцеливал ульту. Не получилось сломать башню, 2000 так и осталось преимущество команды ТИП, а Болс Риколитс, зачем, что он там купит, не, не зачем Риколитс и Болс иди дальше. О, Пинк нашел Лемон, неплохо. Ну мы похожую сегодня игру видели Рокатов против Ориджин, Ориджины были в похожем пике, через двух АДшников играли и уперлись они в один момент в то, что им не хватает дэмэджа, здесь тоже вполне могут Клаудайны упереться в эту же самую стену с отсутствием дэмэджа, но с другой стороны у Клаудайнов, в отличие от тех же самых Ориджинов, не Корки, а Аша, то есть они могут синициировать битву, но я по-прежнему не понимаю, нахрена им это Жанна. Возможно, Жанну пикали, чтобы Жанна не досталась оппонентам, возможно, ну, значит, не угадали. Ну, типа Жанна как неплохая контракт Аше, то есть Аша кидает ульту, и Жанна может пойти и просто откинуть весь врыв команды, Сарака не может, конечно, этот врыв команды откинуть, но пока не было никаких направленных киллов по Сараке, то есть Клауд Найны полностью ее игнорирует, позволяет ей хилять столько, сколько она хочет. Она просто стоит за спиной постоянного Аполло, Аполло стреляет, и все. Аполло цепляет, попадает в него, Шеновская ульта, но не хватает, ребят, вот о чем я и говорю, Сараку надо убивать. Извините, ребят, но Сарака была даже ближе, чем Аполло. Ее бы они убили через ульту Аши. Сараку надо убивать, а не Шена, ой, а не Шена, а не Северку. Чуть-чуть не хватило, да, чуть-чуть не хватило, факт. Комментаторы говорят, что вообще-то это был только один урон от Сники, если бы, мол, был другой саппорт или еще какой-нибудь урон, то есть вполне хватило бы все равно передамажить этот урон. посмотрите, Сарака также близко находится, но что за чушь, ульта сюда идеально залетает, тем более она сейчас ближе подойдет, вот она подошла ближе, все, вот сейчас кидай ульту в нее, и она умирает. О, кстати, он скорее всего умер бы, импакт появился и прикрыл от этой W Сники, которая летела чем TIP, и я напоминаю, что TIP это команда early game. Эта команда всегда была такая, и то, что они выигрывают в начале, это как бы скорее их традиции, а не то, что Cloud9 сейчас плохо отыграли, вот нам сравнивать, что вот Cloud9 в кои-то веки проигрывает early game. Нифига подобного, просто TIP всегда это выигрывает, абсолютно там всегда. Тех же самые там TSM, CLG они побеждали в начале, но они не знают, что делать дальше, у них потерянная немножко комбинация, у них плохой шаутколинг, плохое понимание действий, ульта пошла от Северки, Cloud9 решает развернуться, потому что Маукай будет влетать, но это чушь, Маукай будет бить того, кого будет хилять сарака по КД, это чушь полнейшая, туда конечно же лезть нельзя, и просто Маукайевский телепорт потратили зазря, надо было ему оставаться. Дрейка, ну отдали, отдали, не страшно, Паук не получился. Cloud9 нам надо либо первым инициировать демэдж в Аполло, либо в Адриана, и все. Если они будут играть в Раша, то я уже сказал, два щитка и хил сараки, все. Этих чемпионов будет не пробить. А вот как раз таки Адриана и Азира можно пробивать, пока еще, ну Адриана тоже соответственно, можно пробивать, я Аполло хотел сказать, сказал Адриана. 3000 преимущества пока что Тиапишников, немножко я бы даже сказал, так Cloud9 приспосабливаются к тому, что они сейчас играют против сараки, не совсем они понимают, что пока делать, против нее, и потихонечку приспосабливаются, все ближе и ближе к правильным действиям подходят. Теряют они Таверку, но здесь сразу же Гейт ставит свою башню, что мне никогда не нравилось, он не сможет сейчас ее нормально защищать, Cloud9 просто ее заберут, в итоге, ох, если бы сейчас Хай попал, можно было бы его даже убивать, импакт со спины летит на Ашу, таун делает через стенку, у Аши гигантские проблемы, встречает Сники импакта, не получается перефлэшиться ему, но он решает заулынить в Аполло, конечно же, ему не хватит урона, чтобы убить Аполло, и башню снизу он тоже сломать не смог, но как-то не заладилась игра у Сники на Аши, минус пинг, механикам показывает хорошую, но вы помните, 2 кг он мог спокойно сделать, если бы правильный фокус проводил, а не пытался убивать не те цели, но команда Cloud9 может быть, я просто случайно сейчас попали под понимаете, вот ТИПшники по сути своего козыря в первой же игре показали, скажем прямо, остальные чемпионы Cloud9 и знали остальных чемпионов, последний чемпион вот Адриан, которого взял, я был уверен, что это будет Алистар, и из-за того, что они сейчас показали уже свои козыря все инста, а у Cloud9 еще козырей выше крыши, может быть, это даже хуже, что ТИПшники в первой же игре это показали, и сейчас Cloud9 толком не знает, что делать, все равно как бы еще сохраняет шансы на победу, и не дай бог сейчас для ТИПшников Cloud9 смогут довести эту игру до жесткого лейта, и выиграть их только за счет того, что уже Сарака не может выхиливать столько урона, сколько вносят Cloud9, если до этого дойдет, это просто будет конец гейминга для ТИП, потому что у них не будет ни черта на следующую игру, они начнут какую-то тильт мувы делать, каких-то Диан брать на мид, гейт, попытайся закерить, и он такой, о, окей, и минус 100 фарма, там импакт скажет, о, я сейчас Ривенку попытаюсь сыграть, и минус 100 фарма, ну и вот такие вот приколы начнутся, то есть сейчас они свой козырь выставили, Cloud9 знали, что они могут сыграть, ну, ТИПшники через Сараку, но, видимо, не совсем подготовились к этому, а вот это интересный ход, Cloud9 решает заулынить наш Шора, но дэмэджа вообще нет у Cloud9, чушь какую-то они делают, но пока продолжает бить, ульта пошла, Аши, нашу раз забирает Cloud9, теперь сколько игроков убежит, надо посмотреть, в снике прыгнул импакт, убежал Хай, убежала Жанна, не убежал Моукай, таунт с флэша, ну, минус 3 игрока, Инкарнейшн пытается зачистить как можно больше мопсов, даблкил для Шена, Шен очень хорошо отыграл, но Cloud9 потеряли не так много игроков, как должно было быть, но сколько они потеряют еще при этом объектов, надо посмотреть, да, ну, конечно, Шен от импакта очень серьезная проблема для Cloud9, он уже даже до Торнмейла дошел, это походу минус сторона, Жанна даже боится подойти, потому что импакт может сделать таунт, это будет минус Жанна, да, минус полностью сторона, но не смогут ничего больше другого сделать эти айпишники, на Шора Cloud9 срали, денег на этом заработали, ну, и все, в общем-то, да, не очень хороший получился на Шору, ну, Жанна есть, она может пушить дальше, смотрим повтор, забрали, стеночка поставлена, чтоб не убежать, ой, с Никки, с Инкарнешнл, они оба попали под импакт, и это плохо, им надо было обоим каким-то образом разбежаться в разные стороны, они оба остались с импактом один на один, а у того парня уже был Торнмейл, и они оба ничего ему сделать не смогли, ну, все потому, что они стояли как раз с одной и той же стороны, и Шен, Торнмейл, Санфайр, дальше Рандуин собирает, такого Шена сейчас убивать не резонно, но он все же уже 5-1, и как с таким бороться, пока не ясно, но Фрозен Хард собирает Раш, и Клауд Найны, по-моему, упираются уже в жесткий дэмэдж от команды ТИП, а самих нету дэмэджа уже вообще, Заки собрал Лимонейшн для Аши, ну, ой, тут со спины будут заходить, Раши цепляют, ульта идет Инкарнешн, но у Инкарнешн нет флэша, и он умирает, Сники совершает грубейшую ошибку, не может занять нормальную позицию, и эту игру Клауд Найны всрали против Сараки, потому что они играли не против Сараки, они играли против команды ТИП, а надо было играть против Сараки, представляете количество ХП Сараки, это она сейчас нахеляла столько, один сраный спелл киньте в Сараку, и она умрет, любой из этих адекерий киньте туда, почему они игнорируют, я понятия не имею, это не позиционирование Адриана, Адриан играет хорошо, это факт, но его всегда можно убить, он постоянно бывает в поле зрения адекерий, в поле зрения кого-либо, в следующей игре точно будет бан Сараки, и посмотрим, есть ли у ТИП еще что-то, Early Game Cloud наверное не смогли удержать, но вот смотрим, где Сарака была, Сарака подошла вообще вплотную к Инкарнешнл, ну что за фигня, просто она вплотную подошла, Инкарнешнл ни одной автоатаки по ней не нанес, он бил Раша, после того, как станом попала Аша в него, он бил Раша, вместо того, чтобы убить Сараку, ну как бы, окей, продолжайте в том же духе, Рулай, кстати говоря, собрал Хай, потенциально какие-то камбэки еще могут даже произойти, Хай единственная, и Лиза за сегодняшний день, которая собрала правильный айтем, в правильной ситуации правильный айтем, хотя, может, маска здесь была бы получше в начале, но с другой стороны, Рулай, если Рулай в маску идет, то какая разница, какой из них первый, практически нет никакой разницы, там незначительная доминация, Комментаторы говорят нам про Гейта, что Гейт стал 3-0-3, что он выжил начальный прессер от Инкарнешнала и Хая, что его можно с этим поздравить и предлагает какого-нибудь другого чемпиона Клауд Найнам сыграть, но на самом деле игра была проиграна в тот момент, когда Клауд Найны 2 в 4 воевали на миде, и вместо того, чтобы Хай сделал 2 килла, он замиссовал все, что можно было сделать и не сделал ни одного килла в итоге, а сделал бы там 2 килла. Не, думаю, Мэйзинг бы сделал, Мэтьюс бы точно сделал, не говоря о том, что Мэтьюс, скорее всего, и Ганги бы более удачные сделал. Таунт от Шена никуда не попадает, но тупо не хватает дэмэджа Клауд Найнам, вообще никого убить. Пытается убить импакта, не получается, переключается на Раша. Раша, кстати, убьют, или не убьют, нет, не убьют. Нет, шатдаун с него снимает все же Сники, но... Даблкил, кстати, прописали здесь Клауд Найны, но их прописочили в итоге. заканчивают заканчивают игру потихоньку Ти-Айпишники. Сники пытается убить импакта, но он слишком танковый, а у Дриана больше нет хп, чтобы выхиливать. Так что, по теории, вроде как, можно было бы даже, если бы еще чуть больше дэмэджа собрали Клауд Найнам, можно было бы даже здесь отбиться. Бэм! Адриан 1-0-13. Ну что ж, вчера тоже начиналась победа противников Клауд Найн, посмотрим, что будет дальше.